Сын знаменитой актрисы Любови Полищук, несмотря на то, что она отговаривала его от актерской профессии, все же пошел по стопам своей звездной матери и добился огромных успехов. На сегодняшний день он считается одним из самых популярных и востребованных актеров, который не только получает высокие оценки критиков, но и завоевал любовь зрителей. На экране актер дебютировал в 1995 году, и хотя засветился в таких популярных проектах, как «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики», «Каменское» и «Марш турецкого» особой популярности не приобрел. Только спустя 9 лет актер попал в проект, который сделал из него настоящую звезду. Речь идет о боевике «Личный номер», где он сыграл главную роль майора ФСБ Алексея Смолина, мужественного и смелого человека, мгновенно завоевав симпатию зрителей. С тех пор фильмография актера стала регулярно пополняться новыми проектами, в которых он представал перед зрителями в разных образах, и сегодня на его творческом счету собрано уже 85 ролей, большая честь из которых главные. А если говорить о личной жизни актера, то она оказалась настолько бурной, наполненной яркими событиями, скандалами и слухами, что даже затмило его творчество. Первый раз Алексей женился сразу после окончания вуза на журналистке Марии Спиранской, но, как оказалось, молодой муж, который был на 10 лет младше своей супруги, не мог дать ей стабильности в браке. А, кроме того, Алексей, который осознал свою привлекательность и почувствовал сильную тягу к противоположному полу, даже сам стал называть себя «жеребцом невменяемым». Поэтому неудивительно, что, прожив около трех лет, супруги расстались. Буквально сразу после развода актер вступил в следующий брак, но и вторая жена, а это была актриса Ольга Силаенкова, смогла удержать его тоже только три года. Алексей расстался с ней, поскольку завел роман с актрисой Екатериной Семеновой, но и с ней долго не задержался, так как нашел себе новую пассию, актрису Анастасию Макееву. Казалось, что Алексей вообще не способен на серьезные отношения, тем не менее, познакомившись с актрисой Викторией Богатыревой, актер не то, что остепенился, но, все же, воспринял девушку не так, как предыдущих своих пассий. Может, этому способствовал и тот факт, что в 2010 году у пары родилась дочь Варвара, и, почувствовав себя отцом, Алексей перестал заглядываться на женщин, но, как оказалось, ненадолго. Пара и так жила в гражданском браке, так что особых проблем с расставанием не было, а причиной ухода Алексея от Виктории стала его новая любовь, актриса Мария Миронова, дочь легендарного Андрея Миронова. Известно, что они зарегистрировали брак в 2011 году, прожили вместе год, и официально развелись в 2013 году, тем не менее, сама Миронова отрицает существование этого брака. После разрыва с Марией, ходили слухи, что Макаров опять вернулся к Богатыревой, чтобы быть поближе к своей дочери, но официально эта информация так и не подтвердилась, а слухи о новых романах этого неисправимого ловеласа стали распространяться с новой силой. Тем не менее, сам он их никак не комментировал, и даже на некоторое время исчез из светской тусовки. Как выяснилось позже, Алексей решил взяться за себя, и, действительно, он сильно похудел и помолодел, увлекшись здоровым образом жизни, а кроме того, приобрел шикарные апартаменты площадью в сотый год квадратов, и с размахом обустроил свое новое жилье, а с кем он собирается здесь жить, пока неизвестно. А вам нравится Алексей Макаров? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?